Который отражает операцию на внутреннем рынке. Значит, сумма НДС, относящаяся к расходам на продажу или к общих хозяйственным расходам, в части вычета НДС подтверждается через третий раздел. И принимается к вычету по операциям на внутреннем рынке. И принимается к вычету по операциям или в части операций на внутреннем рынке. Вот, смотрите, даже интересно, вот прям пример привожу. Вот определение высшего арбитражного суда от 11 сентября 2009 года. Определение высшего арбитражного суда от 11 сентября 2009 года номер 11 963 дробь 09. 11 963 дробь 09. Именно по учетной политике. Значит, здесь налогоплательщик написал, что следы к общих хозяйственным и общепроизводственным расходам относятся только к операциям внутреннего рынка. Он написал, в принципе, в учетной политике. И принимал его к вычету до подтверждения ставки 0% через третий раздел. Налогная инспекция это не понравилось. Она обратилась в суд. А суд принял позицию налогоплательщика и указал, что вывод делается в суде, что инспекции не было учтено, что согласно пункте 9 ст. 165 Налогового кодекса, порядок определения суммы интереса, относящейся к товарам операций, по реализации которых облагаются поставки 0%, устанавливается принятой налогоплательщикой учетной политикой. То есть в силу этого суд сказал, что установлено в учетной политике, то и принимается в основу. И никакого нарушения методологии здесь нет. Поэтому мы все равно к вычету принимаем, да? Можем, на самом деле, некоторые налогоплательщики говорят, а можно мы все равно будем через пропорциональное деление относительно операций с экспортом, связанных и с обучением. Да, ради бога, права ваше есть на это. Вы можете и так установить для себя. И тогда будет следствием своей учетной политикой. Политики, если не хотите применять, пожалуйста, пользуйтесь вот этим моментом. И действительно, к сожалению, приходится нам подтверждать это через арбитражные суды. Вот еще одно судебное решение, тоже выше арбитражного суда, в августе 2009 года тоже принял. Можете еще одно записать себе для такой убедительности. Тоже определение у вас от 4 августа 2009 года. Номер 9527-09. На самом деле, самое большое количество спор в части учетной политики именно идет по раздельному учету. Но, тем не менее, положительно то, что то, что прописывается в учетной политике, то, как правило, и подтверждается. То есть суды принимают вот эту позицию. А принимают только почему-то, потому что в налоговом законодательстве никакого порядка ведения разделного учета при экспорте у нас не установлено. Поэтому нужно установить. Далее. И еще один элемент формирования нашей учетной политики в части НДС может быть это при наличии обособленных подразделений прописывается порядок формирования ведения книг покупок и книг продаж. То есть книга покупок и продаж может формироваться на отдельных листах, в которых сшиваться. Может информация из реестра передаваться в головную организацию. То есть, во-первых, это связано с тем, что книга покупок и продаж, она единая. И ее нельзя разделить. Поэтому, как правило, организация просто методику устанавливает. Или отдельные листы везут обособленные подразделения, потом это все вшивается. Или передаются отдельные регистры, а потом единая книга покупок и продаж все равно набивается в головную организацию. Поэтому, как правило, мы это тоже полезно себе прописываем. Так. Теперь. А вот если у нас, например, разные участки бухгалтерии ведут, а свои даже побычные. Один занимает услугами, другой, например, в торговле. И каждый по услугам, вот мы, как бы, журнал регистрации входящих счетов факторов делает каждый человек свои счета факторы. И, естественно, их там подшивает. Причем на каждой счета факторы у нас свой аналитический учет, естественно, да, так, по девятнадцатому счету, да. И это тоже в учебной политике прописывается. Ну, уже тогда. Нет, ну, в принципе, ясно. Потому что вот потом-то они, как бы, в одну общую, ну, как бы, сживают. Сживают, но по каждому, по каждому, получается, разделу свой журнал-реестр. Вот так вот. Ну, то есть, сразу получается здесь, получается, реестр, а журнал все равно регистрация. Журнал регистрации, хотя нет, у нас журнала нету единого, у нас есть книга покупок. Покупок единая, да. А вот этот журнал получается журнал единый миллиметр. Вы знаете, я думаю, что сейчас, наверное, в свете опять этого налогового учета, который нам сюда вставили, 120-ю статью, я думаю, что имеет смысл это написать, да. Потому что все равно в 94-м постановлении сказано, что организация ведет журналы полученных счетов факторов, книги покупок, книги продаж. Поэтому просто не только введение этого журнала с точки зрения отражения там входящей документации, то есть она отражается по регистрам, да, каждым участкам отдельно, я думаю, что это лишнее не будет. То есть тем самым, как вы устанавливаете вот этот порядок налогового учета, документацию по налоговому учету, по крайней мере, лишнее да будет сейчас. Это я вот выводы пришли просто из вышескатного. Да. Ну, то есть я думаю, что да. Наверное, имеет смысл в этом случае вот эти элементы прописаны. А я сейчас это сопоставляю с новой 120-й статьей. Просто как мы пропишем этот налоговый учет в этом отношении, так и будут к нам придирки или не будут. Потому что мы написали, да, но ведь налоговая инспекция часто приходит со своим мнением. И очень часто приходили и говорили, а так не положено. Мы считаем, что так нужно ввести. Вот и будут их мнения порой ложиться в основу того, что они скажут, а вы неправильно отразили свои документы налогового учета. А сейчас получается неправильное, несвоевременное отражение хозяйственных операций в регистрах налогового учета. Ну, это основание предупреждения штрафа. А мы скажем, а где эта методика установлена? Раз этой методики нет, мы установили ее сами в учетной полиции. То есть, не за это будет проходить это. Так, теперь по налоговому на прибыль. Значит, последовательно. Итак, по налоговому на прибыль, это, конечно, нам сейчас нужно отражать метод начисления амортизации для основных средств и нематериальных активов. Почему? Потому что с прошлого года, когда вступил в действие второй вид, у нас есть линейный метод, нелинейный метод, там прямо четко сказано, что выбранный метод начисления амортизации следует отразить в учетной политике. Поэтому выбираем по самому все линейные, а может, без кому-то нелинейные нужно будет применить. Но помним, что нелинейный применяется не менее пяти лет. После этого можно снова перейти к линейному. Значит, поэтому нужно отразить вот этот метод начисления амортизации. Дальше, опять же, все-таки 120-я статья практически нас заставила теперь формировать документы налогового учета. Поэтому нам нужно указать, как мы ведем порядок ведения налогового учета. В конце концов, конечно, можно и применять 18-е по году. Мы можем сказать, что формирование налога на прибыль у нас идет с помощью 18-го по году. Но правильнее в этом случае это тогда, когда вы каждое расхождение рисуете. На каждой операции, на каждом основном средстве, на каждых расходах рисуете отложенные активы и обязательства. А если, как я сказала, по 18-му по году можно теперь сделать разницу между, допустим, регистром бухгалтерского учета и налогового учета, то регистр нужен, получается, да? Значит, нам нужно записать, какие регистры мы ведем в налоговом учете для того, чтобы сформировать эти расхождения. Поэтому перечень регистров, как налоговики нам писали, с приложением этих регистров, желательно в формах их, или с отражением отдельных реквизитов, которые там будут, в учетной политике. Но, кстати, не забываем, что эти регистры нужно распечатывать, потому что на них должна стоять попись ответственного лица. Поэтому в конце года эти регистры распечатаны. И самый замечательный вариант, если, прямо исходя из вашего регистра, будет складываться ваша декларация. Регистр учета доходов, мы прорасходов каждой по статейно, да? Вот сложили, и вот оно идет. Вообще просто в руки такую, такой регистр налоговый инспектор, и пусть он галочки ставит, проверяет ваш регистр с первичными документами. Но это идеальный вариант, конечно, да? Потому что теперь на основании регистров они будут делать выводы и формирование налоговой декларации. Но долгое время этого требования не было, теперь введем. То есть перечень регистров с приложением их в учетной политике, с установлением ответственного лица о заведении этих регистров, которые будут ставить подписи. Поэтому вот эти вот требования нужны. Дальше, следующее, это порядок признания доходов, если у вас договор заключается на длительный период. Вот вы проговорили только про ситуацию, которая связана с строительными организациями. А вот если у вас в своей деятельности, например, есть договор, который вы заключили в одном году, заканчивается он в другом. И это не только строительная деятельность. Например, образовательная, расходы на нее, не мокры, на малую работу вы ведете, да? На туристическую деятельность. Да, туристическая ваша деятельность. То есть, когда возникает такая ситуация, вы заключили договор на предоставление, например, такой-то работы или продукта, но закрытие этой работы будет возникать не в текущем.